книги открытым оком 25 том вопрос 3712 близко знакомая сестра верующая во христа дала мне книгу отца геннадия фаста дочитала уже до двухсотой страницы и стараюсь удержать в память то что читаю она все из меня вываливается прочь никогда такого не было книга называется этюды чем это объяснить вопрос по телефону был задан отвечает игнатий техноч лапкин священник геннадий фаст кавычки открываются этюду этюды по ветхому завету кавычки закрыты книга 1 красноярск 2007 год 352 страницы ясно что кто привык читать мои книги тот будет спотыкаться на подобных этюдах эту книгу магистра богословия вполне можно сравнить с комментариями лопухина на библию когда я только начал 20 лет назад занятия в алтайском государственном университете то провел только половину одного урока по библии лопухина и отложил ее навсегда а предварительно готовился усиливался но люди намертво отвергли ее и тут же пошли записки с просьбой говорить попроще и чтобы сегодняшних дел касалось я уже не первый день сгрызать в эти этюды и под лупу рассмотрел на колечке рисунок за умный с голыми женщинами во всех позициях и ни к чему не обязывающий отзыв правящего и самое название такой мудреные вопросе у меня зачем это общий результат книга нужная грамотно написанная может стать и учебником о том говорит и отзыв у правящей архиереи антония черемисова книга может быть постребана в ученых кругах но впервые и читающего дать жизнь вряд ли даст и едва ли ее осили до конца простолюдин мне бы такую книгу не написать никогда и не только потому что у меня нет и дня учебы в духовных заведениях но потому что я ощущаю иное нужно живое благоествие обращение как и у анна крестителя как у апостола иуды в послании к слову совсем недавно отвечал на вопрос на чьи труды мои книги более всего похожи люблю павла пишу ближе всего во свете послание апостола иуды и тем он мне стал еще более интересен и близок я совершенно не знал что отец геннадий работает по талмуду его ссылки данной страницы 2 я бы взял себе но почти в это же время я закончил работу над талмудом сравните что он пишет и что я в двадцать третьем и двадцать четвертых томах открытым ок у него чисто академический труд у меня же задача иная показать талмудический дух целого народа и что это приведет к воцарению антихриста это помогает евреям грабить все народы презирая их талмуд это почти умеренная версия шульхан аруха ничего подобного отец геннадий не говорит его труды могут вполне читать и одобрять иудеи а на мои они будут скрежетать как на проповедь апостола павла потому что там я его и привожу многократно на днях молодой человек забирал здесь весь комплект моих книг и рассказал что два тома открытым окон он давал своему хорошему товарищу возрасте с лет сорока этот прочитал книги четыре раза что это значит подобно же отзывы я получал из тюрьмы из разных стран и чудо никто никогда не будет читать дважды и запоминать не сможет и не будет у и чудов другое назначение гладь дать глубинное понимание связи ветхого и нового завета дай бог чтобы эти чуды попали к евреям и среди них нашлись бы те кто прочел бы их и если дух божий коснется их сердец вот там эти книги сделают свое святое дело яков 1 5 если же у кого из вас не достает мудрости да просит у бога дающего всем просто и без упреков и дастся ему премудрость 84 слова уз человеческих глубокие воды источник мудрости струящийся поток стихотворение яркое солнце закату склоняется сумерек бедные тени тихо проникли просветы оконные мраморные царственные сини под колоннадой сидит он с ребристые кудри на плечи спадают думы глубокую думы печальную тусклые очи мецают все я изведом чем сердце принялось шепчет он с горькой тоскою лучшие брал я цветы наслаждения сильной и дерзкой рукою роскошь могущество власть безграничная робкой толпы поклонения все суета суета бесполезная духа больного томления тесные пределы могилы таинственной сумрак и сон бесконечный нищему снуя под пышной гробницею некогда гордой беспечный годы пройдут и могущество властное ляжет под грудой обломков тихо угаснет и слава лучистая в памяти поздних потомков так наслаждайся же юность и юноша в неге любви и похмелье в шуме и трепте пиры кипучего в бешеном вихре веселья годы мгновения как ветер проносится прошлому нет возвращения все суета суета бесполезная духа больного томления солнце исчезло за гордой вершиной темной громады хеврона вечер вечер мерцает на бледном морщинистом грустном челе соломона старец державный склонился над хартией грустной седой головою грезы минувшего счастья проносятся яркой и пестой толпою с . фруг автор этого стихотворения